Здравствуйте, туристы и милитаристы! Попробую поделать такие анонсовые распаковочки. Пойдем, посмотрим, как пойдет дальше. Потому что сами по себе анонсы, они даже не то чтобы зрителям не зашли, зрителям как раз-таки зашли, а не мне не зашли. Потому что это нужно было как-то отдельно все делать. С другой стороны, иногда хочется заранее привлечь внимание зрителей и каким-то по-настоящему, на мой взгляд, стоящим моделям, на которые хочется прям сфокусироваться, сконцентрироваться. В общем, ребят, кому не нравятся распаковки, не смотрите вот эти вечерние, я их так, скорее всего, и буду называть распаковки. То есть канал продолжает совершенно нормально жить. Канал Архадыр, все самое интересное впереди. Каждое утро у нас выходят ролики. Я надеюсь, что так дальше и будет. Тесты, обзоры и прочее, прочее. А по вечерам, иногда, для затравочки, для интереса, я буду вам показывать, что пришло. Следовательно, что появится в ближайшее время. Ну вот, не буду совсем там на камеру распаковывать. Этот нож я уже показал в Инстаграме. Он вызвал, в принципе, интерес. Это у нас трек-мастер от Black Fox. То есть буквально первый раз я первый ролик сегодня снимаю с каким-то таким вступлением, а на самом деле просто достал, показал, как все это выглядит. Здесь у нас кайдексные ножны. На самом деле очень прикольный ножичек. Буквально обзор, черное на черном. Просто классика жанра, классика говорящих рук. И буквально в самое ближайшее время ролик, обзор с этим ножом выйдет в эффект. Так, вот. Класс. Здоровский. Такой милитаристический, тактический, туристический. Дальше. Пришла посылка от Almazen Kitchen. И на самом деле посылка такая, что приходится здесь на кухню снимать, потому что у меня не влезает кадр. Во-первых, это вот такая вот здоровеннейшая разделочная доска. Знатоки. Может кто подскажет, что за дерево. На самом деле стоит у них в рекламе то, что это дерево местных пород. А контора на самом деле сербская. И вот в такой коробке пришел настоящий нож от сербского шеф-повара Бобана Алмазена. Собственно говоря, я уже рассказывал о нем немножко. И в ближайшее время будем где-то на улице, я постараюсь вынести его, потестировать. Почему? Потому что по факту вот это вот единственный настоящий оригинальный нож от автора. Все остальное, что вам продают под названием сербский, серб и так далее, и так далее, это все копии, мягко говоря, подделки. И производитель ножа никому официально прав на создание этих копий не давал. То есть все это, ну, в общем, вот так. Пришло вот таких вот ножнах. Скорее всего, козочка очень-очень приятна на ощупь. В общем, всю эту красоту я вам буду показывать в самое-самое ближайшее время. Давайте я нужно, чтобы тут не заляпать обратно, положу в такой вот мешочек. Так, ну ладно. Ну, тогда я на этой доске дальше и продолжу. Продолжим так, что... Сейчас уже, собственно говоря, сама распаковка своим красавчиком оранжевым. Хоть распаковку сделать, и то прикольно. Так, открываем, достаем. Смотрим. Ага, именно то, что нужно. Так, две коробочки от Real Steel, но у меня по ощущениям, я думаю, что, скорее всего, в одной коробочке здесь два ножа. Очень интересно. Очень интересно, с учётом того, что H9 Taken, он у нас уже был. В чём подвох, я не знаю. Скорее всего, ошиблись, и ошиблись, прямо скажем, не кисло. Вот эта вот распаковка, это я понимаю. Придётся отсылать мне обратно это. Почему? Потому что, на самом деле, я жду совершенно другие ножи. Как-то, ребята, не... Они мне прислали, грубо говоря, то, что у меня уже есть. Почему? Потому что пришёл Taken и Megalodon. А на самом деле, я ждал другие модели. Единственное, что вот, можно будет Megalodon сравнить. Сравнить, потому что здесь пришёл вот он в бюджетной версии. Вопрос на засыпку. Какого хрена? Это моя первая распаковка. И вот так всё произошло. Почему? Потому что, на самом деле, я ждал... Блин, какой классный флип. Я ждал другие ножи. Я ждал посылку с другими ножами. Потому что я им сказал, ребята, вот на какие ножи у меня были последние обзоры. И именно их мне и присылали. Ну, вот такая вот у нас получилась распаковочка. Ничего страшного. В общем, я говорю, здесь, надеюсь, со стороны зрителей какого-то негатива не последует. Почему? Потому что, ребят, если вам не нравится сам формат какой-то вот такой распаковки, распаковочных анонсов, просто вечерние тогда ролики эти не смотрите. Смотрите, как обычно, приглашаю обзоры и тесты с утра. Очень-очень непонятно мне, почему же он такой лёгкий. Он прям просто как будто ничего не весит. Такое ощущение, как будто нож из алюминия сделан. В общем, будем разбираться. Спасибо за просмотр. Увидимся. Всё самое интересное впереди.